Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сейчас мы с вами находимся не на сайте лаборатории психологического обеспечения, а на сайте, которая носит название gearprint.net. Почему я сейчас этот сайт вам показываю? Это наши коллеги. Хорошие ребята, молодая развивающаяся компания, удивительные люди, веселые, добрые, приятные в общении, и мы с ними сотрудничаем. Соответственно, эта компания, вот они буквально ко мне на днях зашли, я знаю их всех хорошо, там два человека, инженер, директор, еще рабочий персонал, девушка у них такая замечательная, запамятного, как ее зовут, но не важно. Одним словом, компания занимается 3D-печатью. В России редко такое встретишь, когда люди с нуля начинают создавать какие-то продукты, новые разработки внедряют, и действительно, я в этом, признаться, мало разбираюсь, но со слов, и вот, и глядя на сайт этой молодой развивающейся компании, они, значит, занимаются тем, что для Российской Федерации нетипично. Многие заводы, предприятия пытаются такое реализовать, и не всегда у них это получается. Это я знаю точно. У нас в городе есть такое подобное производство, и люди с большим коллективом, несколько сотен человек, не могут что-то сделать. А вот молодая компания, молодые люди, головастые ребята, они могут это сделать. И, соответственно, я вот вам хочу этот сайт прорекламировать, показать по-хорошему. Ну и давайте вот перейдем, мы сейчас с вами находимся на главной странице, перейдем на страницу продукции. Я, признаться, вот буквально тоже несколько вчера, позавчера этот сайт впервые увидел. То есть мне позвонил мой коллега, ну вот друг мой хороший, Денис его зовут. Он является директором этой компании. Вот они предлагают два типа принтеров. И самое главное, Денис заходит с горящими глазами, когда начинает обо всем этом разговаривать, мне рассказывает. Вот мы это сделали, усовершенствовали то-то, то-то, то-то. Они выпускают два типа принтеров. То есть вот у них S и M. Как он мне объяснял, это размерность. То есть я так понял, может быть я ошибаюсь, но тем не менее. Два типа принтеров. И самое главное, прошу простить меня. Самое главное, у них Денис говорит о том, что это огромная область печати. Вот у него буквально, можно сказать в каждой фразе, большая область печати, что недоступно многим-многим-многим-многим другим продуктам. Вы можете зайти в ДНС, посмотреть эти 3D принтеры. Пластмассовые стоят там, такие шатающиеся. Здесь все из металла, все очень качественно. Давайте вот я перейду на страницу применения. Все качественно, все из металла. И самое главное, Денис не устает повторять, что большая, огромная область печати, не свойственная для каких-то домашних принтеров. Я так понимаю, что цены они не задирают. Я, честно говоря, не вдавался в такую подробность. Но посмотрел, так в общем-то приемлемо. Или купить китайский 3D принтер где-то в ДНС, заказать себе домой. Или чуть-чуть переплатив и получив поддержку уже русскую. То есть получить металлический принтер с большой областью печати. Вот здесь вот я так понял, да, вот видимо, они тут показывают какую-то свою изготовленную продукцию. Действительно классно, красиво. Огромная область печати, маленькая компания развивающаяся. Для чего это все применимо? Крайне интересно. Значит, мы у них заказывали некоторые продукты. Мы изготавливали коробочки. Еще что-то заказывали. Ну, мои сотрудницы заказывали, делали какие-то, значит, методические материалы. Кубики, по-моему, заказывали у них. Еще что-то. Ну, у меня этим коллега мой сотрудник занимается. Значит, дизайн интерьеров, печать косплеев. Я даже не знаю, что такое тюнинг автомобильный. Кастомайзинг мотоциклов. Да, Денис еще упоминал о том, что, значит, они еще занимаются технологией гальванического, как это правильно называется, не скажу, гальванического покрытия золотом. То есть, он какие-то еще технологии использует. И вот это, собственно, видимо, их печатная продукция. Очень красиво, очень здорово, вообще здорово. Google Play тут мой любимый. И, соответственно, я так понимаю, у компаний в основном речь идет о изготовлении, собственно, принтеров. То есть, они этим занимаются. Да, 3D принтеры производятся в двух комплектациях. То есть, для них вторична печать сама по себе, а первична все-таки создание принтеров. Вот здесь вот можно посмотреть их характеристики, этих принтеров. Я, признаться, в этом небольшой специалист. Но мне нравится то, что в нашей российской действительности, при всех прочих условиях, экономических, политических и так далее, существуют люди и таких людей. Да, вот здесь, кстати, стоимость этих принтеров. Ну, недорого, в общем-то. Люди занимаются разработкой уникальных... А, да, вот Денис меня скидывал как-то по почте, показывал. Вот так выглядит это... Вот так выглядит их, не знаю, видимо, один из принтеров. Большой. Можно тут у них подписаться, значит, на ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. И вот так выглядит их принтер. Это вот я... Мы с Денисом знакомы давно, лет, наверное, 10-15 назад впервые познакомились. И вот недавно тут встретились. Он презентовал свою продукцию на, значит, выставке. Значит, у нас в городе была большая выставка по типу Иннопрома. И он презентовал свой принтер. Мы с ним снова на этой выставке пересеклись, разговорились. И вот он захлеб рассказывает о том, что они делают, что изготавливают. Тут какой-то, видимо, чип, кулера, еще что-то. В общем, творческие, не просто интересные, а именно творческие ребята, которые делают то, что недоступно более крупным каким-то предприятиям. Ну, красиво выглядит. Металл я вижу тут. Вот он, да, он тоже упоминал постоянно, говорит о том, что у него металлический принтер с большой областью печати. В общем, крайне интересно. Рекомендую. То есть те, кто вот заинтересован в каких-то подобных вещах, опять же, коллеги, психологи, изготовить какие-то методические материалы, те же кубики Кооса, excuse me, да, можно обращаться к этим людям. То есть обращаться. Тут есть о них вся информация. Я, признаться, второй раз на этот сайт попал. Общая информация. Карточка предприятия. Ну, в общем, ИП. ИП, да, индивидуальный предприниматель. Шембергер Денис Андреевич. Вот это у них карточка предприятия. Ну, в общем, как все положено. Все как положено. Все как положено. Контакты, контакты, где контакты. Тут документы. Общая информация. А, ну вот. То есть тут их, опять же, на каком-то стороннем ресурсе сайте размещена контактная информация о их юридическом статусе, ИНН, страна нахождения и так далее, и так далее, и так далее. Но это сторонний сайт. Не будем его рекламировать. И это, собственно, видео тоже не является в строгом смысле рекламой. Это именно вот радость за то, что люди что-то делают. И не просто что-то, а некие уникальные вещи, которые действительно являются классными, крутыми и необычными. Я небольшой в этом специалист, но мне нравится сам подход, сама реализация, само желание что-то сделать в наших нелегких условиях. Ну, не буду повторяться. Одним словом, давайте закончим на оптимистической ноте. Вот инженер, тут директор. Что тут у нас? А, ну вот компания, да? Вот, Татьяна вспомнила, да, девушка. Значит, вот Денис директор. Значит, Иван, я так понимаю, это инженер у них. Ну, по разговору. Значит, Татьяна. Тут вот можно связаться. E-mail адрес, телефон, адрес, QR-код. Надо будет сейчас мне его сосканировать и сохранить контакты. Ну, я думаю, что там, скорее всего, ссылка на сайт, телефоны, e-mail. Ну, как это обычно бывает у нас, так же на сайте это реализовано. В общем, классно. Молодая команда, ребята работают. Да, тут даже написано. Наша молодая команда занимается разработкой и сборкой 3D принтеров. Принтеров с большими областями печати. Вот уже на протяжении двух лет. Разработка началась с нуля в 2016 году. Ну, в общем, ребята, рекомендую сайт deerprint.net. Наша городская команда. Наша удивительная, значит, наша удивительная область. Наш удивительный город, в котором есть замечательные, творческие, интересные люди. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Продолжение следует...